всем привет на канале блог художника сегодня хочу попробовать покрыть ракушку баталью работал в декорациях там особой аккуратности не требуется главное чтобы какой-то элемент декорации сиял по золотой золотом издалека какие-то недочеты о грехе не видны и вот теперь я хотел бы сделать покрытие баталью аккуратно красиво ровно что нам понадобится ну вот соответственно объект который мы будем покрывать непосредственно сама баталь марка мне неизвестно взял то что осталось после декораций но думаю особой разницы нету так далее нам понадобится мягкие кисточки и клей тут я конечно видео подготовился плохо поскольку я не могу сказать какой клей нужно использовать для потали я отлил вот эту вот субстанцию из большого флакона и не посмотрел как этот клей называется в местных магазинах у себя вы наверняка спросите у консультанта какой-то клей для потали и вам сразу же предложат несколько вариантов ну по крайней мере один точно этот клей высыхает примерно 30 минут сначала тонким слоем я покрою ракушку вот так вот равномерно хочу сказать что покрытие по талию я новичок то есть изучаю это параллельно с вами если это видео посмотрит кто-то кто давно занимается техникой золочения с удовольствием почитаю какие-то технические советы так ракушку я полностью покрыл клеем и теперь надо подождать пока этот клей немножко подсохнет и станет липким на ощупь сейчас накладывать поталь рано потому что она никак не зафиксируется и будет постоянно рваться и так ракушка полностью покрыта клеем теперь нужно подождать где-то минут 20 пока этот клей подсохнет станет липким я не знаю как ведет себя другой клей я слышал что есть клей на водной основе но если я положу поталь сейчас и начну ее приглаживать то она начнет рваться съезжать поэтому надо подождать пока клей станет липким и будет фиксировать тонкие листы на определенном месте итак попробую поталь материал очень деликатный поэтому для его укладки необходимо использовать очень нежные кисточки вот такими движениями аккуратненько прижимаем поверхности и 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 не знаю видно нет образуются вот такие вот недостатки то есть поталь не прилипла и скорябалась с поверхности ракушки но думаю это не проблема просто сверху положу маленький кусочек потали и уберу этот огрех следующий лист надо класть слегка внахлёст и делать такие приглаживающие движения на тот лист на который вы его положили материал крайне деликатный требует терпения усидчивости м м м м м Продолжение следует... Приглаживаем её. Попутно можно убирать излишки. Делаем всё это очень лёгкими, нежными движениями, чтобы ни в коем случае не повредить нашу поверхность. Вот таким вот образом получилось покрыть нашу ракушку. Лёгкими движениями, очень мягкой кисточкой убираем излишки по талии до тех пор, пока не останется ровный слой позолоты. Получилось не идеально. Напомню, что это первый опыт работы вот с таким вот сложным предметом. До этого я покрывал по талию какие-то плоскостные вещи для сцены в театре. Соответственно, такая работа не требовала идеального покрытия. Кроме того, мной была допущена ошибка. Я не дождался пока клей будет достаточно липким. Поторопился. В связи с этим пришлось исправлять много косяков. Последний этап это лакировка изделия. Лакировать по талии нужно для того, чтобы она со временем не окислилась и не потемнела. Я лакировал поталь различными лаками, но, видимо, использовал какие-то не те лаки, потому что тест на воду они не выдерживали. Я капал сверху каплю воды. После испарения, высыхания, на этом месте поталь приобретала темный оттенок, окислялась. И вот я решил попробовать такой вот шеллак. Наносить лаки следует тонкими слоями. После того, как тонкий слой высохнет, наносить второй слой. По желанию третий, четвертый. После нанесения лака блеск никуда не делся. Это, безусловно, радует. Вот, собственно говоря, такой вот результат. Проверяю я его уже при дневном освещении. Не хочу сказать, что первый блин совсем уж так комом. Но есть определенные недочеты. Во-первых, я недоволен, как легла поталь. То есть, нету какого-то такого идеального покрытия. Где-то это матовое покрытие, где-то более глянцевое. И при вращении ракушки я вижу эти блики. Ну, это, конечно, мой недостаток. Потому что я недостаточно владею этой техникой. И буду ее изучать дальше. Также налицо вот такие вот темные точки. То есть, это просвечивает сама ракушка. Вчера, когда я наносил поталь, я этого не видел. Я думаю, что образовались они после того, как я нанялся лак. То есть, я слегка поторопился и не выждал времени, пока клей просохнет полностью. Скорее всего, при высыхании лак как бы разрывал поталь. То есть, это произошло в многих местах. Но в целом, выглядит неплохо. То есть, для интерьера очень даже хорошо положить на какой-то стол или на какую-то полочку. Вот эта ракушечка получилась получше. Конечно, тут тоже есть недостатки. Например, на внутренней части тоже просвечивает темные пятнышки. Это, опять же, сама ракушка. И уже вдогонку, не для видео, я покрыл серебряной поталью. Точно такая же фирма, точно такой же принцип. Но, опять же, в целом, получилось, на мой взгляд, очень даже хорошо. Думаю, что вот эти вот косяки я смогу исправить. Опять нанесу клей локально. Сверху положу поталь. И потом залакирую. Может быть, не буду делать. Может быть, начну с новой ракушки. Или с какого-то другого проекта. В любом случае, я собираюсь для себя раскрыть эту тему. Изучить ее с разных сторон. Попробовать также сусальное золото. Также хочу заказать профессиональные клеи для потали. Посмотреть какую-то литературу. Ну и, конечно, на практике добиться идеального результата. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok